Привет, друзья! Недавно проводил опрос в инстаграме по поводу того, когда вы сдавали последний раз сахар крови и каким был результат. Так вот, выяснилось, что мало кто помнит, когда они сдавали анализ на сахар крови и результат, но помнили, что врач сказал, что сахар был в норме. А те, кто помнили цифру, ответили, что сахар был в пределах от 4,3 до 5,8 нмол на литр. Так вот, к чему был этот опрос? Мы все знаем или догадываемся, но не хотим в этом признаваться, что мы переедаем углеводов и сахаров. Под этим я имею в виду не только то, кладете или не кладете вы сахар в чай или кофе, а то, сколько в целом углеводов вы употребляете в течение дня. Например, рис, картошка, макароны, хлеб, булочки, печенье, конфеты, мороженое, шоколад, сладкие йогурты, сырки, творожные пасты, соки, фрукты, сухофрукты и многое другое. Сахар крови это не просто цифра, это отражение того, насколько вы метаболически здоровы. Но если вы мои подписчики, то вы знаете, что результат анализа сахара крови, тем более из пальца, может быть обманчивым. В том числе он может быть в норме у людей с преддиабетом и даже диабетом второго типа. Помните, что инсулинорезистентность и гиперинсулиномия, то есть постоянный высокий уровень инсулина в крови и снижение чувствительности к нему клеток неминуемо приводит к болезням. А вероятность того, что у вас есть инсулинорезистентность увеличивается пропорционально тому, как растет жировая складка у вас на животе. В нашей клинике мы предлагаем максимально точные тесты на наличие инсулинорезистентности, которые не делает ваш семейный врач и которые помогут нам вовремя оценить состояние обмена веществ. Продолжение следует...